Rainbow English учебник, 6 класс, 2 часть, unit 5, step 3, упражнение номер 4. Но перед этим давайте мы посмотрим у вас небольшое правило. Когда вы хотите по-английски что-то переспросить, что-то уточнить, то есть вы не расслышали или хотите все-таки, чтобы вам еще раз повторили фразу, вы говорите следующие фразы и слова. Итак, вы что-то не расслышали, вы говорите sorry, то есть видите интонацию именно. Не sorry, это вы извиняетесь. А вот если вы с вопросом зададите еще интонацию, подправите sorry, то есть извините, я не понял, вам повторят свой вопрос. Или вы можете сказать pardon, то же самое с вопросительной интонацией. То есть простите, я недопонял, можете еще раз, и все это одной фразой. Pardon, даже одним словом. Вы можете спросить прям полную фразу. Can you say it again, please? А вы можете это снова сказать, пожалуйста? Более вежливое, такой уровень high-level, так скажем, по вежливости, это через could. Could you say it again, please? Не могли бы вы сказать это снова, пожалуйста? Или же Can you repeat it, please? Можете это повторить? Repeat, повторять. Или еще раз, более вежливо. Could you repeat it, please? Не могли бы вы это повторить, пожалуйста? И еще один вариант, длинный, такой большой, тоже с тем, чтобы вам что-то повторили. I'm afraid I didn't understand what you said. Боюсь, я не понял то, что вы сказали. Или же I'm afraid I didn't get what you said. Get тоже в этом варианте. Может быть, в фильмах встречали. Oh, sorry, I didn't get it. То есть, извините, не понял я. Вот это тот вариант, то есть get тоже как понимать в данном смысле. То есть, смотрите, у вас фраза Раз, два, три, четыре, пять, но плюс добавляется вот эти куды. Шесть, семь, восемь. Восемь вариантов переспросить какую-то информацию, чтобы вам сказали. В ответ собеседник либо повторяет сказанное, более отчетливо, да, или, может, медленнее, либо пытается сказать то же самое другими словами. Давайте по примеру смотреть. Are you free tomorrow? Ты завтра свободен? Free это, да, свободен? Pardon? Извини, то есть не понял. Have you got free time tomorrow? У тебя есть свободное время завтра? То есть, вот он немножко поменял информацию, фразу свою, чтобы вы точно уж поняли. Итак, а вот теперь наше задание. Поработайте в парах и дополните диалоги, используйте фразы из рамочки выше. И поехали мы, главное, перевод, чтобы знали. Ну и будем подбирать, то есть вы видели, сколько вариантов. Любой. Тут, если честно, по-моему, любой подойдет. Итак, смотрим. What is your favorite past time? Какое твое любимое, ну, как бы сказать, времяпрепровождение. И вот что-то вы не поняли, что же такое этот past time, и вы такие спрашиваете. Так, ну, я не знаю, вопрос, вы не поняли, потому что он быстро говорил, или вы не поняли, потому что слова не знаете. Давайте, давайте sorry спросим, и все. То есть, сейчас легкого начнем, потом уже более полные фразы. И вы человеку такие, вот, не поняли, что он вас там спрашивает с этим past time каким-то, и вы ему такие, sorry, извиняюсь. Ну, как, дословно, извиняюсь. А он продолжает. What do you enjoy doing in your free time? Что ты любишь делать в свое свободное время? Да, то есть, другими словами, просто объяснил свой вопрос. Второе. Погода будет, ой, температура будет низкой на следующей неделе. А вы такие, не понял, да я? То есть, например, ну, например, не расслышали. Если это наш друг, то вы через can, если это какой-то взрослый человек, неизвестный вам, мы could более вежливо. Ну, допустим, друг, can you say it again, please? Можешь это снова сказать, пожалуйста. Например, то есть, мы, кстати, любой вариант можем выбирать. Can you say it again, please? И в ответе, так, давайте, чтобы рядышком было. А он нам повторяет. It will be fairly frosty. Будет довольно морозно. Ну, то же самое, только другими словами. Третье. I'm afraid I forget the name of the film. Боюсь, я забыл название фильма. А мы его спрашиваем. Что можно спросить? Боюсь, я не понял, что ты сказал. Ну, давайте, да, боюсь, я не понял, что ты сказал. Третье. Сейчас сразу самые большие напишем, потом легче. I'm afraid I didn't... Ну, давайте слово understand, вы его уже давненько знаете. I didn't understand what you said. Так, сюда немножко расширим. И получается... Oh, no, 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 не получится. Потому что у нас I'm afraid есть, и как-то здесь I'm afraid некрасиво будет. Давайте третье мы поменяем на pardon. Извиняюсь, что ты сказал? Ну, давайте, коротенький будет. А здесь мы четвертое скажем. Боюсь, я забыл название фильма. Pardon? I say I can't remember the name of the film. Я говорю, что боюсь, забыл я название фильма. Видите, немножко по-другому он сказал. I'm afraid to ski downhill. Я боюсь кататься вниз по склону. Ага, и здесь I'm afraid отпадает. Видите, рядышком нежелательно оставить эти фразы. Мы его на потом оставим. Боюсь я кататься вниз по склону. И мы переспрашиваем, например... А можешь это снова сказать, пожалуйста? Ну, не раз слышали, да? То есть, ну, давайте через... Давайте снова could. Can, ладно, can. Can you repeat... Мы до этого использовали say it again, то есть сказать снова. Но repeat – это то же самое. Can you repeat it, please? А можешь это повторить, пожалуйста? А он нам в ответ говорит... Я не люблю кататься вниз по склону, потому что я боюсь этого. И последний. Идет сильный дождь. Ну, а мы, так как мы фразу напечатали, зачем же нам ее убирать? Мы просто под номером 5 ее скажем. I'm afraid I didn't understand what you said. Боюсь, я не понял то, что ты сказал. И он повторяет... I say the rain is very heavy. Я говорю, что дождь очень сильный. То есть, не тяжелый, конечно, это сильный. Так что, смотрите, мы поставили 5 фраз, но, учитывая их количество здесь, вы могли спокойно ставить любые другие. Никаких ограничений нет. Там непонятно, с кем мы общаемся. Об этом нам не сказали друг или какой-то взрослый человек. Поэтому можно без куда, я думаю, обойтись. Так что вот у нас такие варианты. Могут быть совсем другие. Могут быть... Вот выбирайте любой из вот этих указанных здесь в правиле.